Всем привет! Снова пришло время отвечать на ваши вопросы. Поехали! Давай поженимся. Единственная причина жениться для меня это получить вьетнамский ТРС. Поэтому если ты вьетнамка, Ольга, в чем я сомневаюсь, ну, к сожалению. Мамка, не пытаек, а вы уже женишься. Хочешь на вьетнамце? Снова вопросы. Раньше спрашивала, сейчас уже как-то не очень привыкла, поняла, что оно мне как-то не особо надо. Вопрос из Луганска, твоей родины. Скажи, а дети у тебя будут? Да это выпуск. Просто не спроси у серба, а жени серба. Ради серба. Точнее, серб ради. Откуда я знаю, будут ли у меня дети? Может, уже есть где-то бегают. Я не в курсе просто. За всю мою жизнь мне вообще никогда не хотелось завести детей ни момента в жизни. Я тут прочитал, что некоторые комментаторы считают, что вьетнамцы едят землю. И в связи с этим у меня возник глупый вопрос. Они что, совсем тупые, я имею в виду, комментаторов? Что? Когда навстречу солнцу или вьетнам конечко, поезд дальше не едет, выходим и расходимся. Да, откуда ж я знаю, когда ситуация в мире нормализуется? Ну, вьетнам. Вьетнам это в лучшем случае, если тут получится остаться. А сейчас, ну я не знаю, зачем снова в очередной раз повторять очевидные вещи, но снова и снова мне задают эти вопросы. Поэтому давайте уже в 115 раз, последний раз, сейчас путешествовать не то, что сложно. Очень сложно. Выехать из Вьетнама 1000 долларов. Ну, в 800 вот там, в лучшем случае. А так, чтобы выехать потом еще из этой страны в другую страну, дешевле 500 долларов. Вообще вариантов пару штук, наверное. Ну, если не брать Европу в расчет, конечно, которая, естественно, нет смысла туда ехать, неинтересно. К тому же я сейчас считаю людей, которые пытаются путешествовать, переезжать из страны в страну, это, ну, во-первых, стресс, потому что постоянные там тесты, задержки рейса, вот этого вот всего. Раньше он пошел, перешел границу пешком, все, вперед. Сейчас хрен, сейчас тесты, сейчас во многие страны, в большинство стран въезд только в лед, только самолетом. Утром ты сделал тест, за который заплатил долларов 50, а то и 100 везде по-разному. Потом полетел в другую страну, а на въезде тебя снова заставляют делать тест и еще 100 долларов. Ну, то есть вот так вот поехать, за 3 месяца потратить вот все свои сбережения, и все. Это не так, как раньше. Закончились деньги, да едешь автостопом. Сейчас, ну, какой автостоп? Каучсерфинг, какой каучсерфинг? Мне часто говорят, зачем ты объясняешь очевидные вещи, но вот многие люди спрашивают, им очевидные вещи не очевидны, поэтому... Как вьетнамцы относятся к приезжим? Считают ли они, что понаехавшие отнимают у них работу? Кого больше всего не любят? Есть ли у них свои имперские замашки на территории соседей? Вот, никогда такого не замечал, то есть, может, из-за того, что я иностранец, и мне как бы никто не говорит вот это, что типа понаехали, потому что иностранцы не забирают работы вьетнамцев. То есть, с кем работают иностранцы во Вьетнаме? Это либо высококвалифицированными какими-то специалистами, либо учителями английского. Учителя английского обычно, ну, если забирают, то не сильно забирают работу у местных, потому что если иностранец преподает, обычно в большинстве случаев у него есть вьетнамский ассистент. То есть, если бы вьетнамский учитель преподавал бы сам, один человек бы находился в классе, то так двое. То есть, получается, у вьетнамцев не забираешь места. Хотя иногда преподаешь и сам. Это зависит от разных факторов. Но вот в школах, в общественных, в общеобразовательных школах, там я знаю, что учителя, как бы, они все так же остаются и так же получают зарплату. Просто родители платят дополнительно, чтобы еще приходил иностранец и их обучал. И, то есть, вьетнамские учителя понимают, что в основном у них уровень всегда хуже, чем у иностранцев. Даже если иностранец этот совсем не преподаватель, ну, я уже сейчас могу себя назвать преподавателем. Да, у меня есть опыт, но даже если сравним с тем, что когда я только приехал без опыта, я вот, ну, все равно был лучше, чем многие вьетнамские преподаватели. Потому что у них акцент, потому что они не умеют разговаривать именно на английском языке. Да, то же самое, как и у нас. Учителя, которые, ну, вроде бы, там что-то шарят, но вот именно разговаривать на английском четко они не всегда могут, наши школьные учителя, я имею в виду. И вьетнамские учителя это прекрасно понимают. Но сейчас прослеживается тенденция именно со стороны правительства Вьетнама, власти, что вот учителей иностранцев надо как-то подурезать. Пусть лучше свои преподают, но, по-моему, вот из-за того, что иностранцы преподают тут английский, уровень английского растет просто с каждым годом. Это невооруженным ухом слышно то, что было 4 года назад, когда я впервые приехал, и сейчас просто разница ощутимая. Хотя 4 года это вообще ничего. Но, конечно, может, существуют такие люди, которые говорят, да, что вот иностранцы понаехали и, да, отбирают рабочие места. Но я думаю, что иностранцы все равно в любом случае создают больше рабочих мест, потому что, ну, когда границы открыты, когда есть туризм, то есть люди приезжают, люди здесь тратят деньги. Те же люди, которые там всякие, работают удаленно, тут тратят деньги, то есть создают рабочих мест больше, чем занимают. Но нужно спросить у вьетнамцев, возможно, возможно, они когда-то слышали такую точку зрения. Я бы сказал, что разве что некоторые недовольны вьетнамцами. Иностранцы работают нелегально и, соответственно, не платят налоги. Я в этом их понимаю. Хотя тут скорее школы не платят налоги, потому что зарплата не меняется от того, что вас нанимают легально и нелегально. Кого больше всего не любят? Не любят китайцев. Тут вообще просто без вариантов. Китайцев они ненавидят. У них, и вот, кстати, продолжая, да, на следующий вопрос, есть ли у них имперские замашки на территории соседей. Нет, тут наоборот, наверное. Потому что вот Южный Вьетнам, тут раньше вьеты не жили. Они пришли с севера. Тут это была Кмерская империя, то есть Кмеры, Камбоджа. Тут Кмеры претендуют. Я вот даже, когда готовил материалы по Фукоку, мне вот интересно было, я говорил, что Камбоджа претендовала на Фукок, но также некоторые камбоджийские националисты, они претендуют и на Сайгон, например. Но дело в том, что население Камбоджи 5 миллионов, население Сайгона 15 миллионов. То есть в три раза больше, чем вся их страна. То есть их надежды на эти территории утеряны. Также я вам показывал, что когда тут едешь по югу, тут очень много Кмерских храмов. Есть еще спорная территория. Это Парасельские острова, спорная между Китаем и Вьетнамом. Там вообще очень интересная ситуация в море. Когда-то я думал даже делать видео по этому поводу. То, что там просто несколько стран претендуют на всю территорию одновременно. Вот именно Парасельские острова, это именно между Вьетнамом и Китаем. И это одна из причин, потому что вьетнамцы не любят китайцев. Потому что они там отжали, в общем, эти острова. Не так, чтобы там кто-то жил раньше, но были вьетнамские строения. Сейчас китайцы туда просто привезли, заселили каких-то рыбаков. Типа вот это китайские рыбаки, они тут всегда жили. И начинают там насыпать искусственные острова, делать аэропорты. То есть, чтобы были там военные базы. Ну, то есть, это стратегическая территория именно в военном плане. В Дананге даже есть музей Парасельских островов. Там даже есть корабль вьетнамский, который был подбит китайцами при отжатии территории. Поэтому, если не считать Парасельские острова, вьетнамцы абсолютно довольны своей территорией. Нет вообще никаких участков соседних стран. А соседних стран всего три. Это Китай, Лаос и Камбоджа. И, по-моему, нет вообще никакой территории, на которую бы Вьетнам претендовал. Как обстановка с преподаванием английского в Китае? От знакомых известно что-то? Ну, да, примерно, как и здесь, все немного ужесточалось, но больше там на словах. Тут все-таки конкретно это мы все видим. Отказы в пермитах и все такое. Там больше разговоров об этом ходит. Попасть тоже вроде бы как можно, как и сюда, но это... Ну, в общем, много бумажной волокиты, карантин и вот это вот все. И, наверное, много денег. Хотя в Китае обычно компании платят, которые тебя приглашают. Но как прям вот в данный момент обстановка, ситуация, я, честно говоря, не знаю. Припоминаю, обещал сделать сравнительный анализ скутеров автоматов и полуавтоматов. Плюсы и минусы. Я? Нет. Точно не я. Ходил на двухдолларовый массаж в Сайгоне? Нет, не ходил. Во Вьетнаме распространены хомстей с бесплатным проживанием в обмен на языковую практику несколько часов в день. Был ли у тебя опыт проживания в таких местах, насколько это выматывает? Ну, вот, собственно говоря, я в таком месте и нахожусь. Девять месяцев уже как? Я об этом рассказывал в видео. Вот тут вот оставлю подсказочку. Повторяться сильно не буду. Да, вот 9 месяцев я сюда приехал на 3-4 недели, но сначала ремонт старого ноутбука, который занял очень долго. Потом монтаж видео, потом покупка нового ноутбука. Сначала зарабатывать деньги надо было, заработать денег на новый ноутбук. Потом закажи его, пока со Штатов придет. Потом Новый год. Потом пока продай его. Потом я вернулся сюда просто визу продлить на неделю. И вот уже на 2 месяца застрял из-за, вы знаете, чего. И вот уже 9 месяцев. Ну, можно вычести полтора месяца поездки суммарно по разным локациям, по югу. Насколько выматывает? Не сильно выматывает, потому что ты вот преподаешь прямо дома. И, ну, то есть нет на тебя даже давления какого-то, потому что это все идет в такой дружеской обстановке. 2 часа в день обычно в рабочие дни. И кто-то говорит, что, ой, да я лучше заплачу за жилье, потому что 2 часа в Сайгоне это хорошие деньги. Но 2 часа дома и 2 часа где-то это совершенно разные 2 часа. Потому что на дорогу тут уходит в большом городе очень много. К тому же ты должен готовиться как-то. А тут ты вот прям в шортах прям встал, дошел за 20 секунд просто до кабинета. Там это все в дружеской атмосфере преподал. Просто поговорил о жизни и все. Ну, и атмосфера довольно-таки окей. Но сейчас, сейчас это, конечно, проблематично. Многие такие хомстейпы закрывались. Я не знаю, даже вообще существуют хоть какие-то, кроме вот нашего сейчас English House. То есть, как это было раньше, раньше уроки тут начинались с 8 утра и до 10 вечера просто. Потому что тут одновременно были по 7-8 иностранцев. Сейчас нас трое всего. Я, Ганец и Мараканец. Студентов еще меньше. То есть, раньше это было просто веселее даже для людей, которые тут живут. И учителя менялись чаще, и ты просто приходил потусить. А так как Ганец тут уже вообще полтора года или даже больше, я не знаю. Я уже 9 месяцев. То есть, эти учителя уже одни и те же. Тут студентов поменялось за это время больше, чем преподавателей. Ну, так, в принципе, многие люди просто здесь живут. И они, получается, владельцам платят за жилье и за обучение. И многие сейчас уже просто даже отказались от обучения. Они просто живут. Но за счет того, что они хотя бы видят иностранцев и хотя бы какое-то общение минимальное, а это уже, кстати, дофига. Потому что ты просто практикуешь английский, даже 3 фразы в день перекинулся, все равно у тебя уже практика языка. К тому же мы вот в чате, в чате дома общаемся, но стараемся общаться на английском. Ну, я-то в основном стараюсь на английском. Я-то по-вьетнамски много не могу, что сказать. А сейчас во время локдауна вспышки так вообще у нас просто... Сколько у нас студентов сейчас получается? 3-4 человека студентов. И то сейчас перевели уже на онлайн-уроки иногда. Но это все не то. А так вообще это хорошие условия, особенно если у тебя там какая-то подработка на стороне. То есть там взял, не знаю, один день поработал, ну нормально так поработал, либо 2 дня, там по полдня и все. И на неделю ты себе уже обеспечил, расходы свои покрыл. То есть за жилье ты не платишь и там все, что ты тратишь на еду. А, ну еду тоже иногда предоставляют. Но опять же это когда вот в разгар, то да, вообще тут все хорошо. Идем дальше. Общаешься ли ты с ребятами, с кем путешествовал совместно? Больше интересует история Пабло, которого ты учил украинскому в Кыргызстане. Заранее спасибо за ответ. Я уже, по-моему, рассказывал, отвечал на этот вопрос. То есть когда с людьми ты путешествовал, общался не так давно, ты с ними как-то еще поддерживаешь связь. Но чем дальше от этого временного промежутка, тем ты общаешься меньше. С Пабло общаемся очень мало, по минимуму. Я думаю, вообще последний раз общались, когда стрим у нас был с ним полгода назад. Вы помните? Если не помните, ссылочку тоже оставлю. В общем, с кем-то общаюсь, с кем-то не общаюсь, с кем-то редко, с кем-то очень редко. Ведешь ли учет расходов, доходов детальный? Да, тоже я на стриме, но это уже на прошлом стриме показывал. У меня есть, я установил программку. Когда я приехал сюда, в Сайгон, в сентябре прошлого года, получается, я решил полностью ввести все свои расходы. И сначала я немного... В общем, я записывал только оффлайн расходы. Нет, оффлайн расходы и оффлайн приходы. То есть то, что я зарабатывал онлайн с канала Патреона, я сначала не брал в расчет. В этом была мотивация, чтобы то, что я зарабатываю со школ, чтобы компенсировало все мои расходы. А вот то, что идет онлайн, чтобы не обращать на это внимание, чтобы оно откладывалось, накапливалось. Вот такая вот идея была. Но потом из-за того, что мне нужно было покупать новый ноутбук, это большие расходы, большая сумма, то там как бы я уже пытался и эти. Ну, в общем, я там немного запарился. Но вот после того, как купил ноутбук, я считаю все. Все расходы и всю прибыль. И вот сейчас даже, наверное, покажу вам. Так, ну сегодня пока расходы еще ноль. Шесть часов утра. Но так, у меня вот баланс с тех пор, как я купил ноутбук. Минус пять миллионов. Минус пять с половиной, в общем, миллионов. Ну, почти 250 долларов. Но когда я получу выплату с Ютуба и выведу деньги с Патреона, то я все-таки буду в плюсе. Не таком большом, но в плюсе. Хотя с нынешней ситуацией, возможно, я и потрачу за это время больше. Сейчас все сложно, но давайте не будем о планах. Это отдельная тема. В прошлых выпусках ты говорил, что вьетнамки не интересуют как женщины. Изменилось ли что-то с тех пор? Я, честно говоря, мало того, что не припоминаю, что я такого говорил. Я сомневаюсь, что я такое говорил. Потому что, как бы наоборот, я мог сказать нечто иное. Я бы даже сказал, что меня вьетнамке, особенно вот последний год, меня иностранки вообще не интересуют. Я говорю, что с вьетнамками сложно. С ними найти свою вьетнамку, это вообще огромная проблема. Вот давайте я сейчас вот прям грубо буду говорить. Это не статистика, это вот такое. Вот, к примеру, взять там украинок. Ну, так скажем, каждая вторая, ты с ней найдешь там контакт, будешь на одной волне. Найдешь общий язык, вот, вот так вот. Тебе с ней будет интересно. Либо какая угодно славянка, ну, включая, как бы, не славян, почетных славян, их можно назвать. Венгры, румыны, молдаване тут тем более. То есть это все как бы у нас один менталитет. Там с каждой третьей. Куда-то тут западная Европа, может, там с каждой четвертой ты найдешь вот прям connection такой, знаете. А вот азиатки тут, ну, если не одна на тысячу, то одна на сотню, наверное, где-то так будет. Потому что другой менталитет. Но если найдешь, то она и азиатка, и ты с ней на одной волне, это просто супер. Ну, это огромная редкость. Я вот, ну, две точно могу сказать, вот, которые точно. И некоторые, ну, так, окей. Поэтому могу сказать, что вьетнамки меня очень даже интересуют. Но просто, что они в основном декоративные, как я их называю. То есть, ну, они выглядят симпатично, милые, там, все такое. А вот так, чтобы там какой-нибудь глубокий, этот, conversation, как это сказать. Это прям редкость. С европейками connect наладить намного проще, но азиатки все равно мне нравятся больше. Я помню, в Индии мы там одно время тусили с чешкой. И это просто вот глоток свежего воздуха, как для меня, так и для нее был. Потому что, ну, я давно уже там был в Азии. И вот это вот индийский менталитет, там, не пошутить, ничего. И мы вот просто встретились. И там, это просто вообще такой славянский connection. Всякие вот шуточки, ну, нашего плана, наш юмор. Мы просто угорали друг с друга. Там не нужно объяснять, почему, почему это смешно. Или, ну, в общем, а тут все-таки культурный барьер. Даже вот с западными европейцами у нас тоже юмор другой. А тут совершенно. Да, я помню, в Мьянме мы работали, волонтерили с Галанткой, по-моему, да. И сидим, ну, там компания, несколько человек, чай. И она такая, тебе чай? А, потом она говорила, что я вообще твоих шуток не понимаю. Ну, да, естественно. Сидим, мы ужинаем, там фляга с чаем. И она говорит, тебе чай налить? Я такой, ну, смотрю, кружки мне не досталось, поэтому, ну, можешь мне разве что в руку налить, вот. И она такая, в руку, да, серьезно? Ты уверен? Я такой, блин, да шучу я. Не надо мне чай. Если бы у тебя было достаточно денег на любые путешествия в любом направлении и количестве, и не было бы необходимости выживать в поездках и экономить, было бы тебе интересно путешествовать? Интересный, хороший вопрос. Я вот всегда думал, в принципе, мне было бы интересно попробовать, вот там, как типа Орел и Решка с золотой картой. Это же тоже интересно попробовать все-таки. Но я думаю, что через время это было бы ужасно скучно. Конечно, я задавался этим вопросом. Возможно, я даже уже отвечал на этот вопрос. Но если бы у меня было достаточное количество денег, я бы все равно использовал каутсерфинг, автостоп. Но вот сейчас хрен его знает. Возможно ли будет в мире это использовать так, как это было раньше или нет. Но с деньгами ты, блин, никогда у тебя не будет такого местного именно экспириенса, когда ты вот просто идешь там по какому-то селу ночью с рюкзаком, и тебя кто-то приглашает там переночевать к ним домой. То есть с деньгами такого уникального экспириенса не будет, когда ты вот, ой, да я вот пойду в отель переночую. Когда ты ночуешь на крыше, где-нибудь в храме. Это же, блин, прикольно. Но с другой стороны для этого нужна мотивация. То есть все равно, если у тебя много денег, ты подумаешь, ой, да что-то мне лень искать место, пойду я переночую где-нибудь в отеле. Поэтому тут, наверное, нужен баланс. Тяжело себе придумывать челленджи, когда ты реально можешь себе позволить все, что угодно. Поэтому сложно сказать. Сейчас я вот сужу по-другому, но вот если у меня было бы много денег, возможно, у меня бы уже поменялись какие-то взгляды. В видео ты всегда вроде как бодр и на позитиве. В жизни держишь планку или бывает, что мораль падает на дно? Бывают чувства одиночества? Так, ну, вообще нет. Вот люди, которые меня окружают, я не могу сильно судить о себе, но вот многие говорят, что я неунывающий человек. Вот марокканец, с которым мы здесь, и он говорит, я тебя впервые вижу таким за полгода, когда я был злой, разочарованный и что-то. Когда, ну, в общем, все шло плохо. Я такой, так, надо выпить кофе. И, ну, у нас стоит кулер с горячей водой. И он такой, о, что-то горячей воды нет. И он такой, горячей воды нет. И он такой, я впервые в жизни вижу тебя вот таким вот нервным. И, ну, вот когда вот, да, планку срывает. А так, говорит, ты же всегда на позитиве. Поэтому, да, вот это не мое мнение, это мнение окружающих. Я, в принципе, я думаю, что я часто бываю унылым говном. Таким, которым я на видео вам представляюсь, я, естественно, не являюсь. Потому что, когда я записываю это на видео, я все-таки это собираюсь. И это такой концентрат энергии. Ну, что, в принципе, логично. Я подаю вам материал. Я должен это подавать как можно лучше, как можно собраннее. Кстати, вот опыт моего первого стрима, когда я думал, ну, я не знаю, я час, может быть, постримлю, два, может быть, устану. И просто, когда я понял, я стримил больше трех часов, и вот нормально, я такой, фух, все. Я только выключаю стрим, и вот такой меня сразу же накрывают усталость. Я такой вырубаюсь. Потому что ты просто, ну, включаешь все ресурсы организма. И, конечно, когда ты на видео, ты это все, то есть это ты лучшая версия себя, что ли. Сейчас, когда вот эти вот все проблемы, опять же, не буду повторяться, в последнем видео рассказывал, я в основном подавленный, и у меня стресс, да. Но все равно я человек, я думаю, я довольно стрессоустойчив. Бывают чувства одиночества? Нет, не бывает вообще. То есть я вообще сам по себе интроверт, мне хорошо самому по себе. И, ну, так получается, что вокруг меня всегда люди. И я, ну, как бы я без проблем могу там общаться, быть вот таким вот активным, веселым. Все такое. Ну, мне не нужна постоянная компания людей. Мне даже по приколу часто побыть самому, как-то мысли по полкам разложить. Вообще я не помню, чтобы у меня когда-нибудь было такое, что нужен кто-то вот поговорить, провести время с кем-то. Мне отлично самому по себе. Вот тут рассуждение, побег от реальности, психолог, бла-бла-бла. Вот это вот все, честно говоря, я не понимаю, когда люди говорят, я отправляюсь в путешествие, чтобы найти себя. Я не понимаю, что это значит. Вот честно. Для меня я отправился в путешествие, потому что мне было это интересно. Убежать от чего-то там, побег от реальности. Это реальность тоже, все реальность. Побег от реальности – это когда ты принимаешь наркотики. И вот это нереальность. Это нереально. А так, чем это нереальность? Все реальность. Якщо выберу, что робитимешь, як депортованный в Украину, чи ще кудись подосышься? Надеюсь, актуально. Актуально ще. Ну, не депортируют. Тут не депортируют. Тут просто штраф и блэк-лист. Ну и вообще сейчас все непонятно, поэтому никто не знает, поэтому я не буду рассуждать. В Украину нет смысла. В Украину далеко дорого. И что потом? Что из Украины? Я варианты огласил в прошлом видео. Опять же, в следующем, может быть, поговорю, когда это уже будет более ясно. Сейчас не вижу смысла. Реально ли в Ханойе взять в аренду мотоцикл на 400 кубиков минимум? И что там вообще с байкерской культурой? С гуглом не справился. Вот Игорь ответил. Все правильно. Не прибавить, не убавить. Дальше видим conversation, что потенциальному коню придется тащить на себе около 100 кг веса в целом. 100 кг веса – это ничего. Это, ну, опять же, вот тут дальше. Вячеслав ответил. Все вполне прекрасно. Любой байк, правда, автомат, конечно, вот, Ямаха, ну, я бы не советовал. Автомат все-таки в горах нет. Лучше все-таки полуавтомат, потому что это безопасность. Да, в арендном байке, в автомате отказали тормоза, все, ты можешь там улететь, разбиться нахрен. А полуавтоматом можешь тормозить пониженной передачей, потому что, ну, в горах все-таки лучше перестраховаться. Даже если тормозить просто долго, в автомате, там, ну, бывают случаи, что он просто вот отказывает, перестает, потому что там, ну, в общем, какая-то нагрузка. И кто шарит в мотоциклах, можете тут обосновать, написать, как оно там это работает. В общем, я думаю, кто меня понял, тот меня понял. А так 100 кг потянет любая развалюха. Я тоже с рюкзаком под 100 кг, и даже вот мой байк, который слабенький, вообще без проблем справлялся. Как ты думаешь, чи нормально вважать родную страну, где нет верховенства права, ненормально, некомфортно для проживания, и в связи с этим чувствовать желание выехать назавжди в страну с более справедливыми умовами для проживания? Я думаю, ну, конечно, почему нет? Только тебе решать. Это твоя жизнь, твое мнение. Ты хочешь жить где-то в другом месте, там тебе более комфортно, пожалуйста. Тебе более комфортно развиваться здесь, пожалуйста. Во вьетнамском фольклоре есть что-нибудь про вампиров? Я очень в этом сомневаюсь. Я, конечно, сейчас спрошу у вьетнамцев. Are you crazy? Сбрей бороду, рассадник микробов, жарко ведь, а ты ее с мылом моешь или шампунем, и каждый раз, когда умываешься или только когда в душ ходишь, а так просто смачиваешь, когда умываешься, а волосы выпадают из бороды в тарелку, суп по ней течет. Как ты с этим справляешься? Что? Особенно вот меня интересует вот этот вопрос жарко. Борода покрывает какой процент тела? Волосы на голове занимают намного больше места, так что бриться на лысо, потому что жарко. А вот рубашка, а штаны, они занимают еще больший процент тела. Что ты в штанах ходишь, еще и в трусах? Жарко, дурак что ли вообще? Мою с шампунем так же, как и волосы на этой части головы. То же самое волосы и на этой части головы. Волосы выпадают из бороды в тарелку так же, как из головы. То есть обычно не выпадают. Суп по ней течет. Я не понимаю, как ты ешь суп? Вот как можно... У тебя вообще обычно по подбородку стекает суп, когда ты ешь? Я обычно его просто ложкой перемещаю в рот. С Пабло я там справа еще на вогу. Ну, Пабло засосала рутина. Я ему еще, когда я в Индию собирался, думал про Пакистан. Я ему писал, предлагал. Он так, надо бы повторить. Да, но вот мне там работать надо. Визы, вот это вот все. Вид на жительство в Ирландии. Ну, на этом все. Задавайте вопросы для следующего выпуска. Не знаю, когда он будет. Я, как видите, снимал в два этапа. Я вам уже рассказывал, что утром и вечером хорошо снимать. Я его снимал на рассвете и на закате. Утром у меня даже камера выключилась из-за перегрева. Вот солнце уже встало и было жарко. Хотя не было еще 7 утра даже. Вот такой вид с крыши. Кстати, я думал сделать видео по этому поводу, потому что я узнал, что вот еще несколько лет назад тут вообще ничего этого не было. И я даже стори выкладывал в Инстаграме. И возможно, я сделаю коротенькое видео, если у меня будет на это время желание. И если будет ваше желание, я могу показать, как это все выглядело вот еще несколько лет назад. И вот смотрим, как оно выглядит сейчас. I want Landmark 81 и радуга какая. Видно вам? О, да, даже я на камере вижу радугу. Прикольно. То есть, с кем работают иностранцы во Вьетнаме? Это высококвалифицированные спец... А, нет. Кто шарит в мотоциклах, можете это об... 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 об...